Отставка тренерского штаба Олимпийской сборной по боксу стала главной спортивной новостью в стране. Накануне стало известно, что профильная федерация уволила главного тренера мужской команды и его подчиненных. Итоги выступления нашей команды в Париже сегодня прокомментировали и в Министерстве спорта. В ведомстве заявили, что спортсменам просто не хватило подготовки. Евгений Дубинский узнал, как спортивные функционеры будут исправлять ситуацию. Восьмилетний перерыв без олимпийского золота в боксе так и не прервался в Париже, несмотря на наши высокие ожидания. Эта Олимпиада стала второй подряд без главных побед на ринге после Токио. В этот раз в полуфинал не смогли пробиться шестеро спортсменов из семи. Итог – одна серебряная медаль Нурбеку Орлбая. Еще одну награду, но уже в женском боксе, выиграла Назым Казайбай. Она принесла в копилку бронзу. К провалам. И едва наши атлеты вернулись домой, как стало известно, об увольнении всего тренерского штаба мужской сборной по боксу. Это главный тренер Мирзагали Айджанов и еще 10 специалистов. Уволился и вице-президент Федерации бокса Азис Кожамбетов. Имена новых наставников еще не озвучили. Спортивные чиновники пока рефлексируют о случившемся на сене. Наши спортсмены хватает на первые два раунда. Потом не хватает функциональной физической подготовки. Наши спортсмены выдыхаются. Конечно, есть очень много проблем в этом плане. Это недостаточно подготовка, быть может, недостаточно укомплектования именно фармакологии, нехват каких-то нужных витаминов. Ну, все это будет, конечно, сейчас обсуждаться. Будет большой разбор. Настоящим триумфатором на ринге стала сборная Узбекистана. Ей удалось завоевать пять золотых медалей. И это исторический рекорд для страны по количеству золота в боксе за один олимпийский старт. Эксперты советуют брать с них пример по развитию детского спорта. Но проблема у нас не только с молодыми талантами. Большие вопросы и к судейству уже на соревнованиях в пределах Казахстана. На этом фоне отставку тренерского штаба многие посчитали закономерной. Решение довольно резкое, но оно объяснимое. Вторую олимпиаду подряд наши ребята остаются без золота в виде спорта, который принято считать у нас национальным. Бокс для нас национальный вид спорта. Особого внимания не уделять прозрачности отбора, потому что бокс – он субъективный вид спорта. Ребята по разу обжигаются на соревнованиях, понимая, что приняли не совсем справедливое решение. И справедливый прозрачный отбор должен быть обеспечен. Обеспечить спортивный успех можно и за счет сразу нескольких сборных по боксу, считают эксперты. Тогда нагрузка на фаворитов снизится, а у запасных появится шанс проявить себя. Какую стратегию выберут чиновники – еще не ясно. А пока фанаты бокса надеются на повторение успеха, особенно после столичного бюро КТК.